Восемь стадий развития личности. Как это происходит с нами? Их не просто восемь. Каждая стадия еще и завершается кризисом. Эту теорию изобрел когда-то психолог Эрик Эриксон. Расскажу о ней, чтобы вы понимали, что с вами сейчас, что будет потом и какие из этого напрашиваются выводы. Ребенок. От рождения до одного года. В этот период формируется база доверия к миру. Если родители не закрывают потребности ребенка в заботе и внимании, то ему и его будущим близким не повезет. Он почти гарантированно вырастет человеком закрытым, недоверчивым, малоэмоциональным. От года до трех лет. Это время начала самостоятельности, освоения территории. Если ребенка в этот период часто одергивать, запрещать выражать эмоции, шуметь, добираться до того, что не опасно для его жизни, у него развивается чувство вины, нерешительность и пассивность. От трех до шести лет. Время фантазий, предприимчивости в играх и бесконечных почему. Поощряют родители растущую самостоятельность ребенка. Значит, есть хорошие шансы подарить миру очередного гения. Пресекают или высмеивают, то подарят ему чувство неуверенности в себе, а то и никчемности. От шести до двенадцати лет. Главное изменение в этом возрасте – ребенок переводит фокус с близких взрослых на других людей – учителей, сверстников. У него появляется потребность в общественном одобрении. Человек в этот период воспринимает себя так – я то, чему я научился. И лучший вариант развить в нем способности, любовь к учебе, трудолюбию – это похвала и поддержка. А если делать наоборот, получится ровно противоположное. От двенадцати до девятнадцати лет. Сложный для человека период становления своего «я». Эриксон назвал его главным в формировании психологического и социального благополучия. Период пубертата меняет ребенка физиологически, а в сознании идет сложный процесс поиска себя. Если предыдущие этапы он прошел в ощущении безусловного принятия от близких взрослых и в школе его не задавили, то ему будет гораздо проще пройти этот период без лишнего вреда своему здоровью и лишних седых волос его родителей. От двадцати до двадцати пяти лет – это ворота во взрослую жизнь, период обретения профессии и зачастую вступления в брак. На этом этапе у человека формируется потребность интимности в поиске своего человека, желания заботиться. И если предыдущие периоды прошли без резких перекосов, то велик шанс обрести крепкие отношения. Если же нет, здесь его ждет чувство одиночества, изоляции, неспособности открыться другому. От двадцати шести до шестидесяти четырех лет – это долгий период, в котором человек ориентируется или на продуктивность и деятельность, или на инертность и зацикленность на себе. Спасибо предыдущим этапам. При условии благополучного их проживания человеку будет в радость заниматься тем, что он любит, а свободное время проводить в кругу любимых людей. Если же нет, то привет нарциссизм и мизантропия, и ощущение всеобщего плена. От шестидесяти пяти лет. По Эриксону это время подведения итогов, анализа побед и неудач. И снова два варианта развития событий. Это чувство удовлетворенности жизнью, целостности себя и своего пути, потребность делиться мудростью и заботиться, или противоположное – скепсис, разочарование, чувство безнадежности, страх неотвратимости смерти. Резюмируем. Как же важно иметь родителей, с которыми когда-то не накосячили их родителей и не запустили тем самым цепочку поколений несчастных мизантропов. Ни один этап не бывает проходным. И самые важные – это первые из них.